Происходит следующее, мне кажется, вот очень важно сейчас всем зрителям прошу представить себе визуально две картинки. Кто видел, конечно, кто не видел, посмотрите. Значит, на прошлой неделе Путин встречался, Путин был в Волгограде, и встречался там с молодежью, кто не знает, со студентами какими-то, и молодежью. И картина выглядела следующим образом. Коридор некий, какой-то коридор, какого-то типа вуза. На стуле сидит Путин, обычный стул, самый обычный офисный стул. Напротив него, ну на почтительном расстоянии, как понятно, там же все, коронавирус, в рядочке, в два ряда сидят человек 20 молодежи, ну примерно 20, в самой разной одежде. Некоторые в обычной, некоторые в одежде времен Второй мировой войны, с медалями времен Второй мировой войны. И Путин перед ними выступает и объясняет вообще, как устроен мир, вот все эти НАТО, все эти заговоры, англосаксы. В общем, всю вот эту вот, всю полную историю. Долгая и занудная. Они сидят, слушают. Это коридор какого-то учебного заведения. Сзади вообще непонятно, что творится. У меня такое ощущение было, вот я когда смотрел, все время ждал, когда кто-то мимо пройдет по коридору. Ну, также по коридору, наверное, ходят. Мне когда-то просто в кадр не вошло, где стоят люди и ждут, когда он уже договорит, то можно будет идти. Ну, типа, уже снимут, уже можно идти. Кто не видел этого кадра, ну, посмотрите, как он встречался на 82 снятие «80 лет прорыва блокады». Тоже там какие-то 8 человек. 8 человек, ну, реально, 8 человек. А теперь вспомним марк прошлого года, начала войны. В марте прошлого года он тоже встречался с молодежью. На стадионе Лужники. 50 тысяч человек. 50 тысяч, как минимум, привезенных туда людей. Да, их привезли, их там заставили, все что угодно, но это 50 тысяч. Это были настоящие вот люди. Они были одеты почти все как-то, то есть им была выдана, роздана символика российская. Они либо махали российскими флагами, либо шарфиками, либо еще чем-то эти люди. В это время была сцена, не стульчик офисный у Путина, а сцена, на которую он вышел. В курточке за 20 тысяч евро вышел Путин в пуховичке, да. Стал что-то там разглагольствовать. Хорошо, во-первых, он говорил такую буйную речь, типа, наши ребята на Донбассе плечом к плечу сражаются. Не НАТО тут козни строит, какие козлы они. Нет, вот наши ребята плечом к плечу. Он стоял на сцене большой, да, под колпаком у Мюллера, да, под пуль непробиваемым, но под колпаком, но перед 50 тысячами зрителей. И вместе с Путиным по очереди в этом концерте выступали еще многие. Выступал Газманов, там, Певцов, Машков, там кто угодно, да, там их много было разных скомарок. Алина Бегарина. Да, 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 но это известные все люди, то есть те, кто выступал, это не какие-то лохи, настоящие известные актеры, певцы. То есть, да, ну как, получалось, вот наш вождь, вот его поддерживают, наши кумиры поддерживают его, вот мы 50 тысяч собрались, мы машем флагами. Но это победа, понимаете, это победа. А 20 студентов, непонятно, одетых в коридорчике и Путин на стульчике, это не победа. И эта картина продолжается давно, то есть этот контраст, он не то, что неделю так, неделю так. Было так год назад, стало так. И в Петербурге так, и в Сталинграде так. И когда он запускает индюшарню виртуально, он один на стульчике. И когда он запускает на воду корабль, он один на стульчике. И когда он молится в честь этого, он с одним батюшкой, правильно? И нет вокруг него ни свиты, ни других вождей. Вспомните товарища Сталина. Товарищ Сталин стоял на мавзолее, а рядом с ним стояли товарищи Калинин, Будённый там и другие товарищи. Товарищи Берия. А тут где остальные товарищи? Где рядом с Путиным остальные товарищи? Их нет. Их нет. У Ленина был железный нарком, ватный нарком, еще какой-то нарком. Где? Никого нет. И вот эта картинка, Путин сжался вот до такого. Вы сейчас спрашиваете, может ли не проснуться Путин. Может, случится такая ситуация, что вы найти не смогут. Где он? С какими студентами он сегодня? Ну, кто за него? Подождите. Это же как? Это же кто-то все это снимает. Это не Путин рисует кадроплан. Не Путин говорит, вы здесь посадите 12 человек, а сзади меня повесьте оранжевую тряпку. Как у него было, когда он сейчас поздравлял ветеранов. Оранжевая тряпка. В прошлый раз фиолетовая, теперь оранжевая. Ни цвета Российской Федерации, ни герба, ничего. Оранжевая. Это кто-то этим занимается. То есть это та команда, которая у него осталась. Вот я вспомнил, кого он это напоминает. Я знаю, я вспомнил точно. Кто смотрел, может быть, сериал про Пабло Эскобара. Эскобар, по-моему, он назывался этот сериал или как-то так. Он там могущественный человек. Пабло Эскобар, это, напомню, наркобарон колумбийский, который реально скупил всю Колумбию. Избрался в парламент. Взрывал кандидатов в президенты вместе с самолетами. Владел половиной страны. Лично из своего кармана выплатил внешний долг Колумбии. Просто в качестве жеста доброй воли, как говорится. Да, потому что у него деньги были закопаны в огородах. По всей стране он даже не успевал их считать физически. У него были свои подводные лодки, своя армия. Но когда он терял, начал терять, терять, терять и терять власть, то когда его брали физически, а брали его агенты американские, то он прятался в обычной квартире, в обычной, со своим водителем, которого звали Лимон. И вот они вдвоем прячутся в этой квартире, и пытаются, когда за ним приходят агенты ФБР, они пытаются бежать через окно, и такой-то снайпер их убивает. Вот это сейчас выглядит, как Путин с Лимоном каким-то шляется по стране, ну, с условным каким-то Лимоном, и вот делает такие странные выступления. Где его продюсер? Где Константин Эрнст? Он же должен был делать празднование 80-летия, правильно, Сталинграда? Там же должны были мчаться танки по проспектам Сталинградским, широким, Путин махать с крыши дома. Ничего этого не было, ничего. А блокады должны были быть за рулем этих самых полуторок, так сказать, по льду Ладожского озера какие-то люди, и Путин за рулем этой полуторки должен был проехаться. Ну, логично же, все же правильно. Где? Где это все? Ничего этого не было. Значит, у него нет этих людей. Вокруг него очень маленькая горстка людей, а все остальные вожди разбежались. Они его не бросили, они не собираются его свергать. Каждый занят своим делом. У них нет команды сейчас. Просто ее нет. Вопрос от Володимира, нашего глядача. Василий Михайлов, а вы знаете, яка чисельность потребна для великого наступа? Ну, посмотрите, давайте. Я, естественно, вообще не военный, поэтому я исхожу из простых вещей. Я исхожу из того, что я уже видел. А видел я простую вещь. Я видел, что 24 февраля прошлого года на нас напало 200 тысяч россиян. На всех направлениях вместе. И наша армия справилась с 200 тысячами россиян и не дала им, в общем, добиться целей. Изгнала их из-под Киева, из-под Харькова тоже. Не пустила их под Одессу, даже не пустила. Из-под Николаева прогнала. Значит, 200 тысяч мало. Значит, 200 тысяч, мы уже знаем, чем закончится. Это если нападать на нас неподготовленных. На нас, у которых в армии 60 тысяч под ружьем. На нас, у которых только эти на плечах гранатометы. На нас, у которых нет западной артиллерии, нет хаймарсов, ничего нет. 200 тысяч не справятся. Значит, нужно, ну, как минимум, два раза больше. Ну, я думаю, что, может, наверное, и больше. Да и здесь, ну, как минимум, как минимум, полмиллиона. Я знаю, что на Донбассе, когда была война Вторая мировая, там воевали миллионы с каждой стороны за Донбасс. Миллионы, не один, а миллионы. Я знаю, что грузиловский прорыв Первой мировой войны, который в результате захватил Луцк и Ковель, в нем погибло 2 миллиона человек. Ну, с двух сторон, в смысле. Вот такие масштабы нужны для успешных операций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова